В этом уроке мы с вами изучим такой важный момент, как ссылки, потому что даже если просто расшифровать аббревиатуру HTML, это будет гипертекстовый язык разметки текста. Гипертекстовый означает как раз таки, что в документе могут быть ссылки на другие документы. Как же эти ссылки создаются? Если мы вернемся к той изначальной статье, из которой мы взяли текст для своей работы, мы увидим, что вот здесь между первым и вторым подзаголовком у них есть ссылочка, который ведет на сайт программы TypePilot. В нашем же случае эта ссылочка не работает, у нас это просто текст. И наша задача сейчас сделать ее ссылочкой. Поэтому переходим в HTML-код нашего документа, спускаемся до момента, пока не увидим вот этот текст, который должен стать ссылкой. И что мы делаем? Мы открываем тег A, который создает ссылку. Это парный тег, поэтому где ссылка у нас заканчивается, мы должны этот тег закрыть. Вот мы создали ссылку. Кстати, A – это сокращение от английского слова anchor – якорь. Теперь, здесь такая же у нас история, как и с картинками. Если мы просто указываем тег EMG, браузер это еще ни о чем не говорит. Он не знает, что это за картинка, сколько она места занимает и так далее. То же самое и с ссылками. Если мы вот так просто напишем, то браузеру непонятно, что это за ссылка, куда она ведет. И чтобы сделать это на самом деле ссылкой, мы должны дописать атрибуты. Чтобы убедиться, давайте проверим в браузере, обновим страничку. Мы увидим, что у нас никакой ссылки не создана, хотя мы прописали тег A. Дело в том, что нужно обязательно указать атрибут, который пишется таким образом – href. Это самый главный атрибут для ссылки. Так же, как source для картинки, который указывает, где лежит картинка, так же и здесь href указывает, куда ведет эта ссылка. В нашем случае ссылка ведет туда же, куда и сам вот этот текст. Поэтому мы просто указываем это значение. И если мы теперь сохраним и проверим, мы увидим, что у нас вот этот текст превратился в ссылочку. Если я по нему кликую, то у меня загружается совсем другая страница. Причем загружается она, обратите внимание, вместо нашей. Это не всегда бывает удобно. Точнее, обычно это даже очень неудобно, потому что вы можете просто потерять посетителя, который щелкнет по ссылке, и вместо вашего сайта загрузится другой. Поэтому для ссылок есть специальный атрибут, который пишется так – tagget. Это с английского «цель». И в нашем случае, если мы хотим, чтобы данная ссылка открывалась в новом окне, мы должны прописать значение подчеркивания бланк. Вот таким образом пишется. Подчеркивание бланк – это как бы новый документ можно перевести. Вот сейчас, если мы возьмем, обновим страничку и щелкнем по этой же ссылочке, то мы видим, да, у нас страница открывается в новом окне, наша остается нетронутая. Отлично. Это был второй момент, который нужно здесь знать. И еще один атрибут, который можно здесь использовать – это универсальный атрибут title, который можно использовать почти с любыми тегами, который делает подсказку. Часто бывает так, что нужно подсказать пользователю, куда ведет ссылка, да. То есть мы наводим на ссылочку, и должна всплывать такая подсказочка. Делается это с помощью атрибута title, он универсальный, его можно использовать и с другими тегами. Напишем в этой подсказке, куда ведет данная ссылка. Например, программа TypePilot. Так, напишем, сохраним, проверим. Вот я подношу, оставляю мышь не дрожащей, да, то есть я вообще убрал руку с мыши, и у меня появляется эта самая подсказочка. Так, это был атрибут title. Следующий момент, который нам нужно изучить, это ссылки, которые позволяют скачивать файлы. Я думаю, вы с ними сталкивались еще больше, чем с простыми ссылками. Когда нам нужно что-то скачать, точно так же обычно бывает ссылочка, и написано «Скачать». Вот как делаются такие ссылки. Для этого нам понадобится какой-нибудь файл. Поэтому зайдите в дополнительные материалы по курсу HTML и возьмите там файл TimePDF. Пусть это будет наш PDF-файл с этой статьей, и мы внизу сделаем такую ссылочку «Скачать эту статью в PDF». Для файлов также я советую завести отдельный каталог сразу у нас в папке HTML и назовем этот каталог «Files». Тогда закинем файл TimePDF и возвращаемся в HTML-код. В самом низу создадим абзац «Скачать эту статью в PDF». Сохраним. Проверим, появился ли этот абзац. Да, вот он появился. Теперь наша задача сделать этот абзац ссылкой на закачку файла. Для этого мы пишем «А». Обратите внимание, что у нас ссылка вложена в абзац. То есть в этом нет ничего страшного. Это вполне допустимо. Ссылки могут быть вложены. Так же, как и здесь у нас было. Так, и, соответственно, мы должны прописать атрибут «href». И туда мы просто пишем уже не ссылку на HTML-страницу, а ссылку на конкретный файл, который у нас лежит в папке «Files» и имеет название «time.pdf». Если вы хотите, чтобы закачка начиналась в новом окне, можете также указать атрибут «TagetBlank». Если нет, то можно оставить «Tag». И теперь, если мы сохраним и проверим, вот у нас превратилась она в ссылку. Если я нажимаю, то у меня должна начаться закачка. Да, вот у меня появляется окошко с предложением сохранить данный документ. И здесь еще стоит сказать такой момент, что в данном случае мы указали так называемую относительную ссылку. Почему относительную? Потому что мы пишем относительно вот этого документа «index.html». Он у нас лежит в корне, и мы указываем ссылку относительно корня. Соответственно, мы пишем файл, ставим PDF. Иногда это может быть удобно, но иногда, если вы предполагаете, что страница со временем может переместиться куда-то в другое место, то, соответственно, вот такие ссылки перестанут быть работоспособными. То есть, если вдруг страница «index.html» со временем уйдет в какой-нибудь архив, у вас будет отдельная папочка «архив», то браузер будет пытаться в этой папке «архив» найти еще папку «files» и только там найти файл «time.pdf». Поэтому вот здесь относительные ссылки могут не сработать. И когда мы будем делать уже настоящий сайт, мы пройдем, как делать абсолютные ссылки. То есть, когда у нас будет конкретный адрес сайта, мы можем приписать конкретный адрес сайта, и только потом «slash.files.time.pdf». Это уже будет абсолютная ссылка. Вот здесь я это объяснил, потому что часто у людей бывают вопросы, что такое относительная ссылка, что такое абсолютная. Это важно понимать, что в данном случае мы указываем путь именно относительно нашего файла «index.html», который лежит у нас в самом корне. Также и с картинками, кстати. Вот здесь мы указывали путь именно относительно корня, и путь этого был у нас относительный. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке. У нас есть еще несколько типов ссылок, которые мы должны с вами научиться создавать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok